Правовые инспекторы працы Галиновых профсоюзных организаций провели сегодня промыть телефонные линии. В связи с эпид-ситуацией особистые приемы часово спинены, и такая форма консультывания сейчас является основной. Наши корреспонденты поцикавились, с какими вопросами до юристов взвертались жихары региона. Дистанционные профсоюзные приемы каждый последний шаг месяца на Гомельшине проводились и ранее. Но в связи с эпид-ситуацией сейчас час их работы увеличили с одной годины до четырех. Теперь потелефоновать можно с 9 до 13 годин. У областной организации Белорусского профсоюза работников адукации и науки бесплатную юридичную допомогу сегодня оказывала Галовный правовый инспектор Наталья Филипенко. Темы життёвые – предоставление додатковых социальных отпусков и размеркование в учебные нагрузки сяродноставников на наступный научальный год. Обязан ли наниматель сохранить прежний уровень нагрузки? Какие есть гарантии для каких категорий? По-прежнему, так как наступает пора трудовых отпусков, ряд вопросов касается и порядка предоставления трудовых отпусков, отдельных льгот и гарантий для отдельных категорий. В уголе зараз профсоюзы перешли на активное взносение с людьми с выкористанием сучасных техничных мощностей. У областных объединений профсоюзов что день працуют телефоны доверу – 32-90-85 и 612-90-85. Ещё одна махчимость поведомить об своей проблеме – социальные сетки на официальных аккаунтах и сторонках областных объединений профсоюзов. А про шатого зараз можно покинуть электронный заворот рубрацы «Юридычная консультация» на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Особливо запотрабованными интернет-махчимостью становится калеразмовой идея не просто об консультации, а в ирошении реальной проблемной ситуации. Поступают вопросы, которые требуют детальной проработки, ответа на них. В таком случае мы предлагаем гражданам либо обратиться к нам с письменным обращением, либо направить электронное обращение, либо с использованием сервиса «Вайбер», направить документы, сфотографировать, потому как по телефону, конечно, сложно оценить то, что на самом деле произошло у гражданина, ту проблему, с которой он обратился. Но, безусловно, нужно проблему оценивать и со стороны работника, и в то же время оценить и позицию нанимателя.